Сегодня я расскажу, как сделать ловушку для фазана. Для ловушки понадобится ящик, колышек, три палочки, два гвоздя, молоток, веревка и нож. Сначала надо забить колышек в землю и забить в него два гвоздя. Потом взять палочку, которая длиннее остальных, и к одному ее концу привязать веревку. И другой конец веревки привязать к маленькой палочке. Потом немного закрутить веревку на колышке и поставить еще одну длинную палочку, на которую должен наступить фазан. Вот так выглядит эта ловушка. Сейчас проверю, как она работает. Когда фазан зайдет под ящик, чтобы съесть зерно, то он наступит на палочку и ящик его накроет. И фазан не сможет выбраться из этого ящика. Сейчас я покажу еще одну ловушку для фазана. Для нее понадобится три колышка, веревка, палочка, молоток, гвозди и еще надо, чтобы рядом росло дерево. Сначала надо забить два колышка в землю. Потом прибить к ним палочку, как показано на видео. И рядом забить в землю еще один колышек. Теперь надо взять веревку и на одном ее конце сделать петлю. А посередине веревки привязать небольшую палочку. А другой конец веревки привязать к ветке дерева, растущего рядом. Потом немного натянуть веревку и намотать ее там, где привязана палочка. Ветка должна немного нагнуться. Закрепить еще одной палочкой, которая упирается в колышек. И разместить петлю на земле. Чтобы фазан попал в ловушку, надо насыпать рядом зерна. И фазан попадется в петлю. Вот так работает эта ловушка. Теперь вернемся к первой ловушке. Она хорошо работает, но ящик, наверное, маленький для фазана. И фазан в нее не поместится. Поэтому я приготовил рейки, молоток и гвозди и начал делать пирамиду, которая заменит ящик. Сначала сделал квадрат. Потом прибивал сверху рейки, которая покороче. Чтобы рейки не сломались, когда я прибиваю в них гвозди, я подсовываю под них обрезки. Каждый раз, подбирая рейки покороче, если рейки сильно длинные, то я их обрезал. И постепенно получалась пирамида. Но потом нужно было подсовывать слишком много обрезков, и они падали, когда я забивал гвозди. Поэтому я перевернул пирамиду и начал прибивать рейки по-другому. Вот я уже перевернул пирамиду. Подсовываю рейки под пирамиду и прибиваю их гвоздями. Сейчас я подробнее покажу, как я это делал. Немного нужно приподнять пирамиду, подсунуть под нее рейку и поправить ее. Чтобы потом ее правильно прибить. И прибиваю ее гвоздями к другим рейкам. Вот уже почти прибил. Вот уже прибил гвоздями. Таким образом я сделал пирамиду, и в следующем видео буду устанавливать ловушку с пирамидой. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.